Доброе утро. Новая недельная глава. Глава Шмени. Закончились праздники. Начинается работа. Глава Шмени рассказывает о пищевых законах. О Кашрутии, о смерти сыновей первого священника, о очень многом интересном. Два слова о пищевых законах. Казалось бы, это мелочи, но великие слова сказали люди, стоящие у гори бога, когда получали Тору. Выполним, потом поймем. Исполним и потом услышим. То есть сначала сделать все, что говорит бог, а потом уже пытаться понять для чего, если вообще это можно понять в нашей жизни. Живущий по принципу исполним и услышим, то есть сначала буду делать, а потом буду разбираться, знает, что независимо ни от чего. К примеру, он соблюдает Кашрут, потому что так повелел Всевышний. Слово не убей, именно потому что так сказал Всевышний, а не потому что так кажется человеку. И это верно не только для исполнения заповедей, но и тем более в отношении к событиям в жизни в целом. Каждое поколение имело свое испытание. Нам его досталось, слава богу, не меньше. И сейчас продолжается. Пройти через все трудности, которые возникают перед нами в жизни. И видеть бога во всем можно только приняв то, что называют ярмо небес. То есть заранее признать правоту неба по всем вопросам. Бог всегда прав. Те, кто пытается постичь умом деяния творца, объяснять все, пытаться разобраться сначала в том, что бог повелевает на основе логики, не смогли сохранить себя. Никогда. Они не пережили холокост, как верующие евреи не остались. То есть они потеряли веру в бога. Я хочу еще раз рассказать историю, рассказанную бывшим узником Бухенвальда, Нафтали и Лау, это брат бывшего главного рвина Израиля. После войны и репатриации в Израиле он однажды посетил Рэба Изгур, который в свою очередь потерял во время Холокоста жену и всех детей. Рэба пригласил его на совместную прогулку по ночную по Иерусалиму. Они долго шли молча вообще. Рэбы, пережившие тяжелейшую утрату, и осиротевшие 19-летний юноша. Вдруг Рэба Изгур остановился и повернулся к нему и говорит, ты видел там трубы? Он говорил про концлагерь. Да, сказал Нафтали. И они молча опять прошли по тишине там дальше. Потом Рэба Изгур остановился и говорит, а дым ты видел там? Он говорит, да, конечно, видел. А через некоторое время Рэба спросил, а Бога ты там видел? Смысл этого вопроса заключался в том, что может ли человек, находясь в таком аду, сохранить веру в божественное провидение и продолжать видеть присутствие Всевышнего в этом мире? Пережив ли катастрофу, перенесли все испытания, выстоять во всех жизненных катаклизмах и сохранить веру в справедливость власти Всевышнего, могут лишь только те, кто точно принимает на себя ярмония. Рэба Элли Визель, бывший узник Освенцева, писатель, лауреат Нобелевской премии, его как-то спросили, вы прошли через такое испытание, такой ад, вы еще верите в Бога? Он ответил, после всего, что я прошел. Как можно не верить? Каждый переживший реальные ужасы войны, много видевший смерть своими глазами, тоже видит Бога каждый день. Каждый человек сегодня в своей судьбе видит, когда он выжил, когда он что-то сделал. Это Бог. Если он спасся, как можно не верить? Мы должны укрепляться в своем сознании, верить, жить в уверенности, что все в мире происходит по воле Творца. Даже то, что нам кажется трудностями и несчастьями, тоже исходит от Бога. Несомненно, есть что-то такое, чего мы не понимаем. Может быть, не в состоянии понять. Мы не видим этого сразу, только через некоторое время обнаруживаем, что в каких-то трудностях было спасение, или что они были благословением. Как можно понять это все сегодня? Невозможно, но так обязаны делать. Говорил Альтер Эббе в книге Тании. Все тяжелое и неприятное тоже к добру, только оно не раскрыто и невидимо взору человека. Уверовав в это, мы с Божьей помощью достигнем того уровня духовного, чтобы все добро было открыто. Мы будем видеть и чувствовать, что все к добру. Потому что в утренней молитве мы всегда говорим, счастлив человек, который подчиняется твоим заповедям. Это сложно, это очень сложно. Одного раввина спросили, уйдем в другую тему, чем может утешиться человек, попавший в беду? И он ответил, умный человек утешает себя тем, что осознает неизбежность случившегося, а дурак утешается мыслью, что с другими произошло то же самое. Поэтому и говорится, что надо сегодня радоваться каждому часу, каждому дню, каждой минуте пребывания на этой земле, надо укреплять войско Всевышнего сегодня. А укрепляется оно хорошими делами, даже в этой очень тяжелой ситуации. Еще одно. Обязательно надо помнить, что радость завтрашнего дня, благословение завтрашнего дня, удача завтрашнего дня, мы сеем уже сегодня, всем своим отношением к происходящему. Мы сеем с той верой, с которой мы относимся к событиям. Надо верить, что все к лучшему, и тогда мы действительно реально можем увидеть хорошее. Одной женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоит Бог. Она зашла, говорит, господи, это ты с радостью? Он говорит, да, это я, ответил ей Бог. А что можно у тебя купить в твоей лавке? У меня можно купить все, сказал Бог. В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровье, счастье, любви, успеха и денег. Бог доброжелательно улыбнулся, ушел в подсобное помещение за заказанными товарами. Через некоторое время вернулся с маленькой такой бумажной коробочкой. И это все, воскликнула удивленная женщина. Да, это все, сказал Бог. Разве ты не знала, что в моем магазине продается только семена? Бог дает нам только семена. Он дает нам возможности сажать завтрашний день. Видеть его хорошим. Но только семена. Вот надо постараться сажать их сегодня. Не замыкаться на несчастьях и злобе. А видеть завтрашний день. И он обязательно тогда будет. И будет радость, и будет счастье, и будет все хорошо. Брахава от слаха всего самого лучшего. Изучайте недельную главу.